Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Моя мама». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Шуля повсюду ищет Турну и Хасана. Наконец, он совершает набег на дом Генюла, но когда не может их найти, ему приходится уйти. Однако полиция продолжает поиски детей. Если полиция обнаружит Зинеп и Турну вместе, Зинеп снова попадет в тюрьму. Зинеп приходится довольствоваться временными решениями, пока она не найдет окончательное решение относительно Турны и Хасана. Все трое вместе отправляются в приключения. Но беда не оставляет их в покое. Поскольку Джингиз знает, что Синан разрушает его новый пивной бизнес, он угрожает ему, приставив нож к горлу Синана. Однако Синан, дошедший до стадии развода с Зинеп, психологически истощен, и угрозы расправы Чингиза его не пугают. Джингиз все же уходит, думая, что запугивает Синана. Однажды ночью Чингиз встречает в том же месте Ничми, и между ними вспыхивает спор. Ничми не оставляет эту ситуацию на усмотрение Чингиза, устраивает заговор в пивной Чингиза и заставляет ее закрыть. Чингиз не может догадаться, что все это сделал Ничми, и возлагает ответственность за это на Синана. Он совершает набег на рабочее место Синана, но цена выше. Чингиз теперь хорошо заточен против Синана, он пылает огнем мести и строит планы. Джахиди понимает, что Зинеп нет рядом, ее самый большой страх заключается в том, что Турна и Хасан находятся с Зинеп. Зинеп беспокоится, что ее арестуют. В конце концов он не выдерживает этого, и идет в Генюл, чтобы подумать, может быть, они там. Однако Зинеп и дети уже ушли. Вопрос касается расставания Синана и Зинеп. Генюль говорит, что ей нужно рассказать Кахиды все факты, возможно, таким образом брак Синана и Зинеп можно будет спасти. Кахиды соглашается, наконец рассказывает все Зинеп, она солгала о смерти Турны, Синан невиновен. Однако Зинеп опустошена услышанным и уходит из дома. Турна думает, что они с братом расстанутся из-за Зинеп. Он вымещает свой гнев на Зинеп и убегает. Зинеп и Генюль бегут за ним, но не могут догнать. Кран исчезает. Пока его ищут, в доме Турны происходят события, которые всех расстраивают. Чингиз смущается, когда думает, что Хасан не его ребенок. Он хочет продать Хасана и заработать на нем деньги. Несмотря на все ее мольбы и мольбы, Шули не может убедить Чингиза, что он ее ребенок. Когда Крэйн возвращается домой за своим братом, которого он считает своим единственным активом, он сталкивается с горькой правдой. С ним вот-вот произойдет то, чего он боится больше всего в жизни. Два брата уходят в слезах, несмотря на все усилия Крэйна. Кран рушится. В его глазах ни его настоящей матери Шули, ни Зинеп, которую он долгое время считал матерью, не осталось ничего, за что можно было бы держаться. Журавль чувствует себя совсем одиноким. Зинеп, с другой стороны, обняла своего мужа Синана, который был рядом с ней во всех отношениях в те трудные дни, через которые она прошла, с глубоким чувством благодарности. Он безоговорочно доверяет Синану. Когда Синан видит это, он продолжает сокрушаться правдой, которую он скрывал от Зинеп. И, наконец, он поддается раскаянию и признается, падая как разорвавшаяся бомба в разгар их отношений. Несчастные события, происходящие с Крэйном, вынуждают его принимать решения, превышающие его размер. Маленькая девочка попадает в трудное приключение. Это приключение, несомненно, является предвестником многих опасностей. Однако это также помогает Турне узнать ответы на вопросы, которые уже давно крутятся в ее голове и на которые она не может найти ответы. Почему Зинеп не звонила ему все это время? Действительно ли Зинеп заслужила враждебность Турне? Сможет ли Турна когда-нибудь снова назвать Зинеп матерью? В то время как Зинеп выздоровела и заставила всех улыбнуться, новость от врача вызывает у всех вопросительный знак. Анализы Зинеп вызывают беспокойство у человека, который долгое время находился в коме. Говорят, что от процесса болезни остались повреждения. Хотя последствия этого ущерба пока невозможно полностью предсказать, Зинеп вынуждена признать тот факт, что ее жизнь в опасности. Зинеп не рассказывает об этом никому из членов семьи, кроме Синана. Синан, чья совесть день от дня тяжелеет из-за тайны, которую он хранил от Зинеп, приходит в замешательство, когда узнает о критическом состоянии Зинеп. Крину будет нелегко признать, что он давно знал, что он не умер. Кахиды, настоящий создатель этой тайны, вылечилась от болезни сердца. Он быстро выздоравливает и покидает больницу. Но что его действительно расстраивает, так это не болезнь, а то, что он скрывает от Зинеп. Он начинает терять контроль из-за угрызений совести, которые испытывает. Они демонстрируют поведение, которое проверит терпение генюля. Генюль, которая всегда старается быть умеренной и спокойной, удивляет всех своей реакцией. Чувствуя, что со мной может случиться что угодно в любой момент, Зинеп ищет способы провести время с Турной и оставить ей хорошие воспоминания. Кажется, это будет непросто, пока журавль все еще злится на него. Увольнение Шули шаг за шагом усиливает напряжение между ней и Чингизом. Во время боя Шули рассказывает о том, что произошло между ней и ничми, что сводит Чингиза с ума. Несомненно, вина за это ляжет на Турну и Хасана. В очередной раз раскрывается горе, которое переживают дети. Поняв это, Зинеп немедленно примет меры. Он ищет путь спасения для детей. Но то, что он сделает, будет иметь последствия, которых он никогда не ожидал. Неожиданные события снова сводят Зинеп и Турну лицом к лицу. Зинеп и Турна наконец встречаются. Однако эта встреча не будет воссоединением. Потому что Турна думает, что Зинеп его бросила. Таким образом, когда Турна видит перед собой Зинеп, она убегает, и Зинеп шокирована такой реакцией. Теперь Турне придется столкнуться с опасностями улицы, чтобы больше не видеть Зинеп. Зинеп не намерена отпускать Турну, не сказав ей правду, то есть то, что она думает, что потеряла его. Он сделает все необходимое, чтобы поговорить с Турной. Но как только он собирается добраться до Турны и поговорить с ним, его попытка остается незавершенной из-за кошмарных новостей от Кахиды. Наступает ад, когда Чингис совершает набег на Шуле, который тайно отправился на встречу с Хайдаром. Когда Джингис не может подавить свой гнев, он создает хаос, и они становятся полицейскими. Чингис в большой беде. Шуле приходится найти способ вызволить мужа, не сообщив об этом Хейдару. В то время как Шуле беспокоится о Чингизе, у Зинеп есть другая проблема. На этом наше видео «Моя мама» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.